Всем привет, ребята, меня зовут Олег Керман, и я хотел бы вам рассказать, какие игрушечки можно поиграть на PlayStation 4, когда мы сидим дома все на карантине. Я подготовил три замечательные стопки, которые, в принципе, я думаю, вам понравятся. Я их все играл, поскольку я технозадрон, я вообще вот это все люблю. Итак, первая игра на PlayStation 4, одна из лучших вообще игр на эту консоль, если вы до сих пор не играли в приключения Натана Дрейка. Это поистине приключение а-ля Индиана Джонс, только в мире ее видеоигр. Очень хорошо сделанная игра, ну, я не знаю, большинство, конечно же, знают эту игру, но все же Uncharted это must have. Это лучшее вообще приключение на четвертой PlayStation. Великолепнейшая графика, потрясающая, которая выжимает максимально все соки из этой консольки, какие там только остались. Здесь есть перестрелки, захватывающие погони, все что угодно. То есть максимально такой экшен-приключение с интересным, любопытным таким сюжетом, очень ненавязчивым, простым Индиана Джонс в духе видеоигр. Всем играть, всем советую, вещь классная. Дальше идем. Для любителей гоночек не забывайте такую серию, как Drive Club. Эта игра, она не такая прям супер профессиональная, как игры, например, Gran Turismo серии. Здесь больше аркадные гонки, но с великолепнейшей графикой. При этом все машины лицензированные, то есть это не такие, что машины непонятно каких фирм, а там всякие Ferrari, Lamborghini, BMW, все что угодно. Прекрасный, интересный трасс. Эта игра не по типу, что как у вас открытый город, как в Need for Speed. Даже если вы небольшой любитель гонок, то вам понравится. Drive Club очень хороший и понравится многим. Ну и если вам понравился, конечно же, четвертый Uncharted, то вот это дополнение будет весьма кстати. То есть если вы поиграли четвертый Uncharted и вам показалось этого маловато, попробуйте поиграть утраченное наследие. Uncharted утраченное наследие, это мы уже играем не за Натана Дрейка, а за его подружку и, так сказать, бывшего врага. Но, тем не менее, здесь все вместе очень неплохо. Зайдет по-любому. Если зашел четвертый Uncharted, то и этот понравится. Так, дальше у меня очень интересный эксклюзив. Игра, которая стоит сущие копейки, как на Авито, так и в официальных магазинах. Но при этом она офигенная. Это Horizon Zero Dawn. Если у вас есть много времени, а сейчас практически у всех много времени, потому что все сидят на карантине. Ну и что ж, Horizon Zero Dawn. Открытый гигантский мир. И мы его исследуем. При этом это постапокалипсис, когда все люди нафиг вымерли. Потом остались после них только роботы, машины. И через тысячи лет Земля возродилась. Появились новые всякие первобытные племена. Первобытный строй. То есть люди абсолютно неграмотные. Там просто племенной общинный строй живут. Там племенами своими что-то там между собой воюют. И это еще и при этом повсюду гигантские роботы. Робоживотные. Там робот-носорог. Робот там, я не знаю, динозавр какой-нибудь. Любопытный мир. Очень любопытный мир. Классный сюжет. Потому что если вы пройдете сюжетную кампанию этой игры, она заставляет задуматься, как человечество погубило себя, черт возьми. Эта игра, я вот недавно ее прошел. Реально вот такой сидишь, думаешь, боже ты мой. Какая же реально охеренная проблема. Это вот знаете, это технологический прогресс, который вот такими огромными масштабами шел. Погубил людей. Погубил. И у них не осталось выхода, чтобы что-то предпринять. Они уже там поняли, осознали, что все, нам конец, блин. Но нам надо подготовить почву для будущих поколений, так сказать. Для того, когда планета опять станет обитаемой. И геймплей. Геймплей, но она тоже достаточно хороша. Опять же, игра подойдет для тех, кто любит все-таки открытые миры, потому что это все-таки open world. То есть там надо всякие сайт квесты, основной квест. Можно в принципе пробежать основной квест часов за 10, за 15. Можно в эту игру играть гораздо дольше, поскольку можно выполнять всякие дополнительные задания. Плюс здесь есть... Покупайте именно complete edition диск, либо если вы покупаете в цифре, то покупайте именно с дополнением. С дополнением будет еще больше. Больше часов, больше интересного мира. Узнаете все. Но сюжет интересный, геймплей. Тоже для любителей открытых миров классный. Поэтому рекомендую Horizon Zero Dawn. Дальше идем. Игрушечка, которую вы сможете поиграть со своей девушкой. Или если вы девушка, то вам тоже, наверное, понравится. Вообще порог вхождения вот в эту игру не обязательно быть геймером. Вот в чем смысл. То есть вы можете пригласить своих друзей, которые особо нигде не играют. Пригласить своих подруг, там, кого угодно. Родителей. И поиграть, дожить до рассвета. Этаки ужастик, но интерактивный. Играть достаточно просто. То есть порог вхождения минимальный. Но при этом это не такое вот прям супер интерактивное приключение, как будет следующее. Все-таки там есть какие-то геймплейные моменты, где вы просто ходите, управляете персонажем. Но сделано все достаточно просто. Полностью проиграть в игре нельзя. То есть, чтобы вы не нажали там на кнопках, игра у вас не напишет, там, game over. Продолжит свое существование. Но вы будете влиять на судьбы персонажей. Если вы любитель хорроров, именно хоррор, знаете, вот эти вот подростковые американские ужастики, где подростки попадают в какое-то страшное место и начинают там постепенно умирать. Но при этом здесь, по сути, то же самое. Но вы на каждого из этих подростков влияете лично. Ваш геймплей, ваш выбор повлияет на судьбу, черт возьми, тех ребят, которые в этом, в этой игре могут умереть, а могут и выжить. Классная игра, графика, мое почтение. Там визуально просто очень хорошо все сделано. Конечно же, не уровень такого, что ты смотришь на CGI персонажей, понимаешь, что это прям, ну, совсем кино. Но, тем не менее, все персонажи, это, по сути, узнаваемые актеры. Если вы любитель сериалов, то, наверное, даже некоторых узнаете, актеров из этой игры. В общем, рекомендую. И сюжет хороший, и геймплей хороший, и графиком очень хороший. Мое почтение. Так что игра заслуживает своего внимания. И вот следующая, еще одна такая игрушка, я решил добавить в этот список две. Тоже абсолютно со всей семьей, родной, я не знаю, там, вот это, причем даже не ужастик, то есть здесь такой очень интересный sci-fi сюжет, то есть мир будущего, в котором правят люди и андроиды, и андроиды борются за свои права. Очень любопытно, в плане того, что человечество создало себе подобных, и они захотели прав тех же самых, что у человека. Потому что они говорят, как? Вы создали жизнь. Жизнь. Вы говорите, что это не жизнь. Но нет, это тоже жизнь. Это просто не биологическая жизнь. Но она жизнь. И вот там вот такие права. Там есть несколько сюжетных линий за разных персонажей. Допустим, есть сюжетная линия за персонажа Кэра. Кэра, обычная домработница, которая ухаживала за ребенком. Ох, крайне интересная судьба у этой Кэры. Да и вообще, опять же, действия игрока влияют конкретно на происходящее событие в игре. Максимально. Вот это не как вот в старых играх у нас, там есть две концовки, там а-ля плохая, хорошая. Здесь есть куча, куча всяких вариантов того, как вы играете, и в процессе игры все меняется. В процессе игры вы можете что-то сделать, и у вас вообще не будет, например, временной линии, там, не знаю, за Кэру, потому что вы в самом начале ее убьете. Ну, ваши действия, не именно прямую, а ваши действия приведут к этому, к примеру. И, в общем, игра от Дэвида Кэйджа. Он любитель вот такие игры создавать. Мы еще в следующих роликах поговорим про его. Другие игры. Поэтому, Детройт, хотите поиграть в кругу знакомых, просто садитесь и наслаждайтесь происходящим. Крайне рекомендую. Ну, и напоследок. Игра Десятилетия. Это... Ну, я не знаю, если вы не играли в эту игру, то срочно бегите в магазин, покупайте этот диск. Это игра, которая не оставит равнодушным ровно никого. Потому что, ну, она настолько великолепно сделана, что это что-то. А эта игра, на самом деле, на третий PlayStation выходила, на четвертый вышел ремастер, то есть улучшенная графическая версия. Но она прекрасна. Это постапокалипсис. Мир, который был уничтожен страшнейшим вирусом. Пострашнее, чем коронавирус даже. Потому что заразившийся человек, все, у него никаких шансов остаться в живых уже нет. И геймплейная игра представляет из себя. Выходите в этом постапокалипсисном мире, повсюду зараженные. Это не зомби. Это нечто более страшное, чем зомби. Они страшнее, они злее. Их сложнее убить. При этом мародеры, бандиты, людоеды. И все, все, все. Вот это и нужно выживать. Но при этом это не открытый мир, где вы там шастаете, какие-то непонятные сайт-квесты сделаете. Здесь строгая, очень любопытная сюжетная линия, по которой вы идете. Вы играете за такого уже немолодого мужчину, лет сорока, у которой потерял дочь. И вот он перемещается по этому миру с маленькой девочкой, лет четырнадцати, Элли. И вот они вдвоем путешествуют по выжженной Америке. Америка, которая уже полностью никогда не станет той самой великой страной, которой была. То есть полностью уничтоженные города, выжженные, в которых практически не осталось жизни. Заброшенные какие-то базы военных, где когда-то еще теплилась жизнь. Уничтоженные небоскребы, которые скоро там лет пятьдесят пройдет и полностью обрушатся. Останки каких-то машин, вот этих вот остовы уже полностью, там сгнившие колеса. Мир постапокалипсиса, когда вот людей практически не стало. Это такая точка невозврата. Даже если вот сейчас там в этой игре человечество изобретет какую-то вакцину от этого вируса, перестанет изобретать. То людей уже стало настолько мало, что все, уже не возродить вот это вот былое мироустройство. И осознавание этого становится очень грустно. Но тем не менее игра просто вот там. Геймплей максимально вылизанный. Идеально, можно сказать, геймплей. Идеально проходить. Там есть несколько уровней сложности. То есть, если вы новичок, вы ставите. Но я, в принципе, вам рекомендую, конечно, играть на предмаксимальном уровне сложности. Есть еще сложность Grounded. Это максимальная. Называется она Reallism. Но все-таки она несколько не очень сбалансирована, как мне показалось. Но в целом даже на уровне сложности Reallism ее можно пройти. Но все-таки я не стал бы начинать ее проходить на Grounded. Лучше все-таки начать на максимальном. То есть, не легкий, не средний. Вот следующий после среднего. Высокий. То есть, да, вот на высоком, например. Высокий, либо максимальный. Вот начинайте, чтобы максимально погрузиться. То есть, не было такого, что это легкая какая-то прогулка. Все-таки вы должны в этой игре ощущать, что вы выживаете в этом мире. Что у вас не хватает патронов. Что отовсюду вас могут, в принципе, убить. Что это действительно опасный мир, в котором действительно нужно выживать. И для этого нужно играть на максимальном уровне сложности. Вот. А после, ну, можно, в принципе, пройти ее и на Grounded. То есть, на реализме. И тоже некий экспириенс получить. Также дополнение есть за девочку Элли. Поэтому, если пройдете основную игру одни из нас, то дополнение Left Behind, оставшиеся позади, тоже рекомендую, конечно же, пройти. Оно уже коротенькое. И вот дополнение, в принципе, я рекомендую уже начинать на, сразу же на Grounded. То есть, на максимальном. То есть, в самом максимальном уровне сложности. И получите максимум удовольствия. Вот такая подборочка на сегодня. Будут еще ролики из этой темы. Также пишите в комментариях, что о всем этом думаете. Я снимаю эти видео специально для того, чтобы вам было чем занять себя в эти сложные дни, когда бушует коронавирус. Мы сидим все на карантине. И я рассказываю вам про то, что стоит поиграть. Простыми словами, без сценария, без подготовки. Поэтому сильно не ругайте. Но, тем не менее, я вот таким мнением своим делюсь. Также пишите, как я и сказал, на какие консоли вы хотели бы увидеть еще подобные ролики. Я мог бы рассказать, в принципе, там и про вторую, и про первую, и про третью PlayStation. Может быть, еще какие-то консоль. Может, совсем ретро. Пишите, что вы хотите. Я для вас сниму. Также будут еще два ролика по PS4. Но выйдут они, ну, где-то через раз в два дня я планирую их выпускать. Поэтому, если здесь впервые, обязательно подписывайтесь. Это технозадротский канал. Я здесь снимаю не только про игры, а про всякую разную технику. Причем не только игровую, а бывают всякие технозадротские вещи. Типа там какой-нибудь старый лазер-диск-плеер, ноутбук, плазменные телевизоры, домашние кинотеатры. Вот это я все очень сильно люблю. И поэтому тоже про это все снимаю. Вот. А дальше, а дальше будут выпуски еще про PS4. Поэтому спасибо. До скорых встреч. Удачи, друзья.